приветствую всех на канале давайте разбираться на котором мы рассказываем как правильно чинить ратраки это 13 серия где мы поговорим про очень важную тему подогрев воздушной магистрали двигателя как обычно сначала немного теории всем известно что на ратраках стоят дизельные двигатели и когда мы в холодную погоду включаем зажигание на приборной панели загорается желтая лампочка с пружинкой все в курсе что нужно подождать когда эта лампочка потухнет а потом уже можно запускать двигатель есть мнение что это свечи накаливания на дизеле но на ратраках уже много лет свечи накаливания принципе не используется последняя машина на которую восстанавливалась это вроде было описано более 160 а после нее стоит подогрев воздушной магистрали всем известно что двигателю нужен воздух воздух проходит через фильтры турбину попадает пантеркулер а потом по магистралям идет в двигатель и уже перед самым воздушным коллектором стоит вот этот блок он как раз отвечает за то чтобы воздух нагреть вот мы можем увидеть что тут стоит довольно серьезный нагревательный элемент желтая лампочка на приборке это как раз про этот блок когда она тухнет и вы начинаете крутить двигатель то воздух начинает попадать в камеру сгорания уже теплый это облегчает запуск двигателя и все бы здорово но есть нюансы эти нагревательные элементы как и все в природе не вечны когда они работают очень длинное время на них могут появляться трещины они могут деформироваться и так далее вот мы видим здесь предохранитель довольно мощный на 80 ампер если нагревательный элемент каким-то образом коснется корпуса то это будет короткое замыкание так как сила тока тут достаточно серьезно при замыкании металл мгновенно расплавится и брызнет а брызги куда правильно сразу двигатель напрямую в камеру сгорания и потом как вы понимаете капиталка со всеми сопутствующими ей расходами и временными затратами чтобы такого не происходило есть очень строгий регламент по замене этой детали это или каждые три года или 3600 моточасов что наступит раньше это очень очень важно несмотря на это я знаю машины где это десятилетиями не меняется и люди говорят ой ну а зачем у меня же все хорошо но окей сейчас хорошо но этого элемента как и у любой другой детали есть ресурс это законы физики их не обойти не стоит думать что если что-то плохое до сих пор не случилось то это какая-то ваша заслуга или эта машина такая удачная или вы очень бережно к ней относитесь нет это просто везение и она будет продолжаться лишь до поры посмотрите по электронному каталогу запчастей ссылка как им пользоваться сейчас появится в правом верхнем углу экрана артикульный номер блока подогрева на вашу машину и запросите у нас или своего дилера если вы нас смотрите не из россии белоруссии или казахстана стоимость этой детали умножьте эту цену на 3 за 10 лет работы понадобится как вы понимаете три таких блока и теперь сравните эту сумму со стоимостью капитального ремонта двигателя и сравнив ответьте на простой вопрос вы реально готовы рискнуть если видео показалось вам интересным то вы можете отблагодарить с нас лайком и до встречи на канале через неделю а на экране как обычно в конце телефон круглосуточной технической поддержки работает 7 дней неделю консультируем бесплатно подробно и основательно так что если какие-то вопросы про траком не стесняйтесь я сергей будылин всем пока а